Добрый день, мои хорошие гости моего канала. Снова с вами Николай Сомсик, агентство недвижимости Титл. Сейчас я вас буду знакомить с домом общей площадью 30 квадратных метров на земельном участке 16 соток, который расположен по адресу Адыгея, село Натырба, улица Садово, номер дома 16. Ниже в описании будет указана общая стоимость домовладения. Ну и, конечно же, номер телефона собственника, где вы можете позвонить и задать вопросы, которые вас будут интересовать. Этот ролик для тех, кто планирует приезд на юг, покупку недвижимости, а также для моих хороших, которым просто интересно посмотреть, в каких домах живут на юге. Смотрим с вами этот дом. Мои хорошие, вот перед вами вот такой домик. Домик Соман, общей площадью 30 квадратных метров. Видно, что люди снаружи его практически отделали. Мы видим с вами новую крышу. Фасадная часть с этой стороны люди оштукатурили, побелили, покрасили. Цокольная часть вот видно где-то фундамента сантиметров где-то 30-25 вот так ориентировочно. Ну, здесь чуть больше, а там, допустим, чуть меньше. И обращаем внимание, что с этой стороны у нас такая некая пристройка, где получается, ну, кирпично. И в доме получается прихожая и три комнаты. Плюс у нас получается вот там вот, видите, беленькая, это тоже пристроено, как бы отдельная маленькая комната. Ну, как маленькая, где-то квадратов 15. Можно ее как назвать летняя кухня, можно как угодно. Давайте сейчас вот выйдем на улицу, посмотрим, что у нас тут. И смотрим с вами. Вот это у нас улица. Здесь улица, в принципе, нормальная. Здесь, не забываем, село Натырбово находится рядом, где протекает горная река Лаба. Пешком где-то 10 минут вот через ту улицу направо повернете и дойдете спокойно. И вот этот фасад, который вы видите, красный забор, это полностью относится именно к этому дому. Ну, фасад тут, конечно, предостаточно метров 25, это как минимум. Если что, вот в этом углу можете взять, разделить участок и построить дом, если надо. Ну, и смотрим с этой стороны. Вот справа соседи, вот слева мы видим тоже соседи. А с этой стороны это получается участок вот от того дома, вот от угла вот той части. В принципе, улица такая нормальная, что можно поставить спокойно перед двором автомобиль, если опять же надо. А если хотите во дворе, пожалуйста, вот у нас во дворе можно поставить автомобиль, даже два. Как я сказал, что здесь широкий фасад, что если что, можно вот так отделить. И здесь можете либо оставить вот эту теплицу, которая у нас сейчас есть, либо можете гараж поставить. Да, все что угодно, вы можете это все организовать и сделать, мои хорошие. Давайте еще раз посмотрим с этой стороны, как выглядит у нас кровля. Еще раз повторюсь, что кровлю люди полностью поменяли. В этой части, это у нас, милые дамы, ваша территория. Это цветник, как мы его скажем, вернее, мы скажем, что это цветник. И вот такая у нас некая маленькая отмазка вокруг. И давайте вот сейчас вам покажу с этой стороны. Вот если вы помните, как я сказал, что вот эта сторона люди фасада не сделали, а вот здесь чуть-чуть не сделали, ну вернее не доделали, но мне сказали, что потихонечку они будут это делать, если что мы с вами фиксируем. Но там есть еще огромное преимущество, что люди взяли, там еще пристройка, мы обязательно посмотрим это все, потому что домик реально интересный. И обращаем внимание, что водосливная система полностью тут есть. Люди не просто поменяли кровлю, а поменяли кровлю так, чтобы она функционировала именно на все 100%. Дальше, давайте вот, если мы рядом находимся с тепличкой, давайте зайдем в нее, посмотрим с вами. Здесь видно, что люди выращивают и зеленый лук, и также вот с этой стороны у нас укроп, петрушка и тому подобное. Это означает, что они это все выращивают и оптом сдают либо Курганск, либо Лобинск. Еще раз повторюсь, что у нас город, вне села Натырбова, находится рядом с Курганинском и Лобинском. На автомобиле где-то от силы там 15-20 минут вы спокойно доедете. Это вот эта прихожая, о которой я говорил, она пристроена. Давайте сейчас я вам весь участок покажу, а потом потихонечку мы зайдем, вот эти все помещения посмотрим. Обращаем внимание, что здесь у нас вот такие насаждения есть. И также вот видно, что тоже есть теплица, чуть попозже я так понимаю, что они ее накроют. И то же самое, можно здесь много чего выращивать. Можно в принципе огурцы, помидоры, да в принципе и укроп, петрушку, все что угодно, можно это все делать. Здесь между соседей границ я смотрю, тут нету, но я имею в виду, вот видно визуально вот с этой стороны. И вот это деревья не ваше, это соседа получается. Давайте так посмотрим теплицу, ну теплица, я скажу так, на несколько лет ее тоже хватит. И вот с этой стороны давайте тоже с вами оценим. Что касается плодовых деревьев, друзья, их штук где-то в общем 5, не более. Тут сильно сада такого нету, но опять же цена, цена, друзья. Давайте сейчас участок продолжим, посмотрим с вами его весь. Здесь это уличный туалет фиксируем, в доме, к сожалению, нету, друзья. Кстати, река находится в том направлении, имейте в виду, как я сказал, вот там есть улица, спокойно вы дойдете за минут 10. Горная река Лоба, вы можете и купаться, и ловить рыбу, да все что угодно вы можете. Вот здесь малину мы видим посажено, ну здесь участок 16 соток в совокупности, как я сказал, что в принципе что-то выращивать возможно здесь. И также у нас есть тут свинарник, сейчас мы с вами посмотрим, даже тут у нас две свинюшки, а может даже три. С этой стороны, так, здесь собака, не будем сейчас его провоцировать. Кстати, здесь вот такое некое помещение, вот, давайте вот так сейчас посмотрю, как это выглядит. Ну здесь для того, чтобы там дрова и тому подобное, тачку, мотоблоки с этой стороны. Такая мужская почти территория, ну пивы, молотки и тому подобное. И давайте сейчас зайдем сюда. Здесь вот такой небольшой навесик. Здесь у нас злой пес, барбос. Тут тоже вот я вижу присутствие такой небольшой навес. А в этой части, вот с этой стороны мне будет легко вам показать. Вот она вот эта пристройка, которую люди строили. Видно же, здесь фундамент, он с блока. И получается, что они, когда вы зайдете, вы увидите, там такая некая кухня. И здесь они планировали вот эту комнату сделать, кухню-гостиную, вот именно вот здесь. И получается вот в этой части туалет-ванна, вот именно в этой части. Даже вот перегородка тут есть, я смотрю. Ну, осталось здесь кровлю, ну и понятно, что отделка. Саман выглядит вот так. Кто не знает. Это потому что у нас дом сам саманный. И потихонечку сейчас будем двигаться, где у нас находятся куры. Ну, это курятник. Здесь получается небольшой такой навес. Вот он. Также вот это у нас куры, где сидят. Так, давайте посмотрим. Да, это сам курятник у нас так выглядит. А здесь у нас свинарник для маленьких свиней. Вон, хрюхи, поздоровайтесь. Вот сколько их двух, две штуки. Так, больше нету, нету. Все, закрываем. Потом мы видим, тут вот такая территория. И смотрите, тут еще вот такой некий свинарник. Ну, тут свинарники видно уже поболее. Ну, тут свиней нету. Здесь уже поболее держат. Здесь вот таких три секции. Раз секция, два секция, и вон там третья. Ну, здесь уже свинарник такой поболее. Все, эту часть мы оценили, потому что в будущем это возможно пригодится вам, друзья. Почему бы и нет. Давайте сейчас выйдем, чтобы наши петухи и куры не выбежали. Они преследуют меня. Пес Барбос голодный кушает. И смотрите, вот здесь вот эта пристройка. Сейчас мы зайдем сюда с вами. Вот помещение такое. Оно отапливается печкой. Здесь вот она, эта печка. И, ну, комната где-то квадратов 14-15. Так, визуально высота потолку видно 2,40. И с этой стороны мы видим пластиковое окно на открывание. Кстати, окно такое большое. На стенах обои. И также вот на полу. Ну, понятно, что мы не видим, но здесь стяжка, друзья. Помещение такое, ну, считаю, что как, знаете, как типа летней кухни можно это все оборудовать и сделать. Здесь виноградник, обращаю внимание, вот полностью получается над входом в дом. И потихонечку зайдем сейчас, посмотрим, что внутри. И вот смотрите, вот у нас такая некая прихожка. Здесь газовая плита, которая топится от баллона. Друзья, тут, конечно, газа нету, сразу говорю. Также вот забита скважина у нас стоит мотор. И так, что у нас, ну, здесь вот такой шкаф, потолок смотрим. И смотрим стяжка. Ну, здесь черновая стяжка. Здесь вот я вижу у нас получается гипсокартон. В этой части окно пластиковое на открывание. Уже окна радуют, что полностью пластиковые. И смотрите. Помните, я говорил, вот это пристройкой. Получается, люди планировали вот здесь вырубить дверь и туда заходить. Ну, здесь получается, что люди, будем так говорить, принимают ванну. Что есть, то есть, друзья. Я, как говорится, не буду тут умничать. У людей нет такой возможности, допустим, сделать что-то по-другому. Ну, получается, зона, где кушать готовят. И здесь получается стяжка. Вот даже вот так покажу вам. Вот ее видно. Вот она. И сверху будем так говорить. Ковроли. Ну, высота. Вот, кстати, потолок гипсокартон. С этой стороны электрический счетчик. Дверной проем в виде арки. И, пожалуйста, у нас дальше идут комнаты еще две. Это проходная комната первая. Видим с вами печка располагается. Высота потолка 2,40. Это видно вот пластиком отделано. С этой стороны обедена такая некая зона. И также пластиковое окно. Но окно, конечно, глухое. Давайте вот покажу. Без открывания. Вот именно здесь. Вот так это выглядит. Кстати, полы здесь ровненькие, аккуратненькие. Видно, что когда-то были деревянные. Но люди полностью это все переделали. Ну, на стенах обои. Понятно, что надо будет переклеить, допустим, обои. Что-то под себя. Но стены, так, в общем, я смотрю, неплохие по состоянию. Для старенького дома я имею в виду. И смотрите, вот она у нас. Вот другая комната. Они, в принципе, по площади абсолютно одинаковые. Точно так же обои. Точно так же потолок такой же. И здесь уже два окна. С этой стороны пластиковое окно на открывание. Давайте покажу вам, чтобы вы это видели. Вот фиксируем. Даже вот помидоры люди выращивают. А с этой стороны мы видим с вами. Давайте так тоже окно на открывание. В сторону, получается, калитки. Вот так это выглядит. Ну, и как я сказал, что тут у нас шаговой доступности речка находится. Вот имейте в виду. Мои хорошие, посмотрели мы очередной обзор недвижимости. Дома общей площадью 30 квадратных метров. На земельном участке 16 соток, который находится Республика Адыгея. Село Натырбово, улица Садово, номер дома 16. Ниже в описании будет указана общая истомость домовладения. И, конечно же, номер телефона собственника, где вы можете позвонить и задать вопросы, которые вас будут интересовать. Обязательно напишите ваше мнение касается этого домовладения. Поставим лайк. Конечно же, подпишемся на мой канал. И ждем с вами очередной обзор недвижимости. С вами был Николай Сомсиков. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok